Они сами своим намерением, преисполненным гордыней, создали всю эту ситуацию во многом. И так вот и сложилось, что куча всяких обстоятельств, таких маловероятных в странах они привели к рушению. А некоторые люди как-то чувствовали какой-то подвох, и они как раз не попадали на этот лайнер. Сколько-то, какое-то количество человек, ну по крайней мере, пара десятков, они в последний момент как-то сдали билеты и не явились на этот рейс, спаслись. Интересно, пропала целеустремленность, угонение христиан, он точно знал, что он делает, и он знал, что он это делает для Бога. Он служил для Бога, он был верующим человеком. И как его поменялось? Я просто нашел в 1 Коринфянам 11 главе, когда он уже говорит, когда я был ребенком, то бывало разговаривал как ребенок, рассуждал как ребенок. Теперь же, когда стал мужчиной, то оставил детство. Сейчас же мы видим все, как сквозь тусклое стекло. Тогда же мы видим все лицом в лицу. Сейчас мое знание несовершенно. Тогда же мое знание будет полным, подобно тому, как знает меня Господь. И потом эта знаменитая фраза всем. Пока же остаются сие три, вера, надежда, любовь, но самая великая из них любовь. Насколько кардинально он теперь не говорит, я точно знаю, что я делаю для Бога. Он говорит, сейчас мы видим все как бы через тусклость. Он уже очень осторожен. После такого крушения, собственно, гордыни. Он высказывания очень осторожен. В плане того, это для меня такое примирение межконфессиональных конфликтов. Это такое примирительное слово, что не надо, мы не понимаем сейчас. Мы рассуждаем как дети, мы пока не понимаем. Поэтому надо быть осторожным в своих высказываниях, осторожным в своих уверенности, что я точно знаю, я правильно верю. Это такое примирительное слово, как он его в послании к Коринфянам использовал. Мне это очень так, как изменилось у него сердце, да? И Господь изменил его сердце, да? И действительно, насколько он аккуратен стал в своих мыслях, своих словах. Я вот хотел вам прочитать этот момент. Все его много раз с нами прочитали. Кто-то, может, и будет, что прочитаю. Деяния 9 класса. Между тем, Сауру все еще пытался запугать и уничтожить учеников Господа. Он пошел к первосвященнику, дыша угрозами и убийством на учеников Господа. И попросил письмо к синагогам в Дамаске, чтобы, если он найдет последователь пути Христова, будь то мужчиной или женщиной, он мог привести их, связанные в Иерусалиме. Когда он шел, приближаясь к Дамаску, его внезапно озарил свет с небес. И он упал на землю и услышал голоса, говорившись, «Сауру, Сауру, почему ты преследуешь меня?» Он спросил, «Кто ты, Господи?» Голос отлетел, «Я Иисус, которого ты преследуешь. Но встань и иди в город. Там тебе будет сказано, что он отлежит тебе сделать». А в синагогам сказано, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против разума». То есть этот момент, как вы против Айсберга трудно тебе идти. И дальше, мне кажется, вот это вот то, что когда Павел изменился, он уже крестился, и вот эти его слова, они как бы вот из этого идут, когда он в финнах известная вещь, правильный ответ, когда он проповедует. Ведь что Бог создал у людей? Тем же философом, греком, язычником он говорит. «Бог создал сначала одного, а после него и все народы земли, и определенные времена и пределы их обитания, чтобы они искали Бога, и возможно они стремятся к Нему, и найдут Его, ведь Он так близко от каждого из нас». Если читать греческий вариант, то там сказано, «Искать Бога, если то нащупают Его». Не нащупать, а нащупать Его. Это не значит, что опять же, что мы знаем Бога, и мы знаем как правильно. Мне кажется, мы постоянно нащупываем, каждый день нащупываем, каждый день приходится искать и нащупывать. Допустим, мы знаем какую-то цель в своей жизни, у нас определился какой-то смысл жизни, и вот мы упрем туда, как Титаник. Но вдруг впереди возникает Тайсберг, и нужно принимать какое-то решение, нужно как-то экспромтом действовать, нужно как-то соображать и что-то делать. И вот время от времени нам коррективы такие вводят в жизнь. Я, допустим, в 95-м году, когда крестился, я вообще не мог себе представить, что я окажусь здесь, например, сегодня, и не буду об этом говорить. Ну что, не приходится? Из-за теорики у вас говорят с каким-то голосом расстыхают. Да, тут же даже кто-то мог себе представить, что на какие-то встречи могут ходить и получать удовольствие. На крестном. Есть, кстати, пара эпизодов в Библии, тоже очень интересных, похожих, наверное, по характеру. Я слышал тоже эту версию. Когда молодой, помните, богатый, еврей подошел к Иисусу и сказал, что надо делать, чтобы получить жизнь мечтой. Он говорит, делай это, почитай отца и мать, и так далее, и так далее. Он говорит, и я с детства, то есть я буду титаник по жизни, и он ему задирает планку, то есть гораздо выше, ну продай все, и иди за мной. И тогда, как сказать, вот это уже не вмещается. То есть как это так? Я, наоборот, все наращивал, чтобы показать свое это, а тут ты говоришь, мне все продать, я бы все. Отнять все хотят, отнять. Да. А и в том момент тоже очень ухожий, прям вот, наверное, уже когда Гамалил, не Гамалил, а когда Никаним ночью приходит к Иисусу, уже достаточно опытный, известный, признанный, такой раввин, то есть, и Иисус ему говорит, ну весь твой опыт может прикрыться. Просто он раввин, он учитель закона, то есть он знает Библию вдоль и поперед, может ее рассказать любому. И вот он приходит к Иисусу, мы поняли, смотрим, сходится, что ты от Бога. Он говорит, ну все правильно, теперь тебе надо родиться, слышать. Ну то есть, вот это все, что ты имел, выкинуть, и по новой. От форматива жесткий дирк, поставить и тело. И для Никодина это вот, как разлив мозга, то есть, вот его все титаническое, вот это образование, и... Титаническая правда. И опыт такой, все жизненный, он все знает, как там, начиная с обрезания, заканчивая с погребения, там, как нужно человеку, как жениться, как, ну все, он учитель закона. А тут у нас идет, все это даже. У нас, вот, ладно. Тихо. Тихо.